За звание лучшей борются 14 команд практически со всех уголков страны. В составе есть и мальчики, которым по 10-11 лет, и 12-13-летние девочки. Основная задача турнира – популяризация футбола среди детских команд. И такие смешанные игры пойдут на пользу каждому. Дети получают больше практических навыков по ведению мяча, атаки и защиты. Соревнования проходят еще по необычной системе, по так называемой швейцарской системе. Каждая команда сыграет по 8 игр. И система эта направлена на то, что фактически лидеры играют постоянно с лидерами, команды средней, так скажем, зоны в турнирной таблице играют между собой, а аутсайдеры играют с аутсайдерами. То есть уровень команд в каждой игре примерно соответствует друг другу. В день на полях играется по 7 или 14 игр. Всего пройдет 56 матчей по правилам серьезного футбола. Только площадка укороченная размером 40 на 60 метров. Сегодня прошел уже четвертый тур. У каждой команды уже есть результаты. А вот спортсменам из Белгородской области до сегодняшнего дня пока не удавалось себя проявить. Мы до этого сыграли три игры, сыграли три в ничью. Один пропустили, один забили. Ну пока чуть не у нас хромает реализация наших моментов. Создаем много моментов, но не забиваем. Вратари в высоком уровне, игроки, конечно, со всей страны, очень хорошего уровня. Класс, конечно, соревнований высокий. И само мероприятие на хорошем уровне проходит. Сегодняшним соперником для воспитанников спортшколы города Губкин стали футболисты из Новосибирска. Открыли счет представители Белгородской области. Но к концу первого тайма дали слабину и пропустили гол. После перерыва взяли себя в руки, вели хорошую оборону и забили свой победный мяч. Итог игры 2-1. Впереди у команд еще четыре встречи. Заключительные матчи турнира состоятся 27 октября. А пока в лидерах команда «Зорьки» из Красногорска, спортсмены из Москвы и Воронежа.